Всем привет! На ремонте фонарик. Вот такой вот. Эта часть светит с разъёмчиком. А вот в этом чехольчике располагается аккумуляторная батарея из 6 18650 литиевых аккумуляторов. Их нужно поменять. Они уже... Всё. Вот так тут всё открывается, отдирается. Тут видно какие-то почернелости. Видать, что-нибудь замыкало. И вот здесь тоже какие-то потемнения наблюдаются. Сейчас аккумуляторы напряжения 4 вольта, но там уже ёмкость потеряна, поэтому их нужно поменять. На выходе БМС-ки 8 вольт. Две банки последовательно соединены. Новые аккумуляторы, которые нужно сюда установить. Аккумуляторы я отбалансирую сначала, чтобы они были одинаково напряжение все. Держатели аккумуляторов сделаны, спаяны как раз на 6 штук. Надо их сюда поставить, пусть они выравниваются. Ну, сколько-то так полежат. Часики или побольше. Вот. Пусть балансируется. К этому блоку аккумуляторов подсоединяется вот этот провод с разъёмом. Но он почему-то тут оторван. Надо её будет припаять. И в комплекте ещё есть зарядник. Написано фонарь к собаке. 8,4 вольта на две банки. Прошли сутки. Аккумуляторы, наверное, отбалансировались. Тут почему-то наклеечки стали отлипать. Сейчас буду их варить. Для сварки у меня есть вот такой сварочный аппарат из двух трансформаторов из микроволновки. Самодельный. Ручку я заказывал отдельно. Варить буду никелевой лентой. Так, надо с двух сторон запараллелить. На плюсовые контакты наклею вот такие вот защитные колечки, чтобы меньше была вероятность короткого замкания. Чтобы аккумуляторы не разбегались, их нужно сначала зафиксировать фирмопистолетом. Теперь их соединю вместе. Вот так вот. Теперь аккумуляторы не разбегаются, держатся вместе. Теперь буду их варить ленты. Отрезанные ленты немножко кривоваты вот в этом месте на краях. Поэтому я их вот так вот выравниваю, чтобы были плаские, без всяких изгибов. Теперь можно варить. Кладём ленту и так. Надо вот так сделать, чтобы удобнее было. Теперь другую сторону. Нормально получилось. С одной стороны надо, чтобы минус к плюсу был подключен, а с другой стороны плюс-минусы отдельно уже идут на БМС. И тут я ещё одну перемычку поставлю. Не знаю, как она сейчас приварится, хорошо или плохо. Нормально. Вот. Теперь нужно уже паять проводочки и подключать БМС. Паять проводку. Накосячил. Эти два контакта надо паять было с этой стороны. Потому что тут они замкнуты. Бывает. Проверяем, что получилось. На выходе БМС должно быть напряжение. 7,5 В. Всё нормально. Теперь нужно припаять проводок. Провод припаян. Теперь можно проверить сам фонарь, будет ли он работать. О, работает. Так, батарейку можно собирать. Чехольчик. Эта штука была тут, а эта вот тут. О, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Получился вот такой вот аккумулятор, он должен влезть в чехольчик, и он влезает в чехольчик. Фонарик светит. В разъеме, видимо, контакт пропадает. Надо вот эту вот гаечку закручивать. Аккумуляторы успешно перепакованы. Теперь будут новые аккумуляторы с большей емкостью, чем вот эти вот заводские. Нужно еще проверить, как зарядка идет. Подключил зарядничек. Заряжается. Горит красный индикатор. Вот если разъединить, он погасает. Наверное, когда зарядится, должна зеленая загореться. Прошло несколько часов, загорелся зеленый светодиод. Видимо, значит, аккумулятор зарядился. Смотрим напряжение, до которого он зарядился. 8,4 В. Нормальное напряжение двух литейных банок. Ну все. Аккумулятор перепакован. Можно пользоваться. Продолжение следует.